Привет стратегическим жевжикам! Вы слышите Алексея Халецкого и недавно вышел патч Sid Meier Civilization VI Gathering Storm. Версия теперь стала 1.06.9 и давайте коротенько пробежимся по основным изменениям. Во-первых, добавили еще один мультиплеер сценарий под названием Пираты. По-моему, подробно рассказывать о нем нет смысла, достаточно посмотреть мое видео с игрой. Режим на четверых, вы плаваете по морям и набираете очки, занимаясь разными пиратскими делами. Кто за 60 ходов наберет больше очков, тот и победил. Еще раз прошу лучше посмотреть мои видео с этим режимом, так становится более понятно. В меню самой игры появился отдельный пункт играть в пиратов. Доступно это абсолютно всем, кто купил шестую циву, неважно с дополнениями, без дополнений. Режим доступен абсолютно всем, у кого есть шестая цива. Если внезапно при нажатии этой кнопки у вас не проходит соединение, то зайдите просто в лобби, отсортируйте по набору правил и там к пиратам сможете присоединиться. По-моему, режим вполне себе рабочий, игр собирается в нем сейчас много в лобби, играется буквально за час одна партия, так что вполне, лично мне понравилось. Теперь непосредственно к изменениям в игре. Слава богу, занялись Колумбией и ее слегка понерфили. Так, теперь сила Лионеро, когда они рядом друг с другом не плюс 4, а плюс 2, что очень даже логично. Хосиен додает теперь только половину жилья. Команданты, командующий, это уникальный юнит Колумбии, не добавляет передвижения юнита. Так что, в принципе, уже более-менее играбельная цивилизация получается. Правда, все равно увеличенный бонус перемещения для юнитов слишком хорош. То есть, рабочие и поселенцы, бегающие на три клетки, это все еще очень круто. Торговые города-государства теперь дают плюс 2, 4 и 6 золота за каждый уровень послов в города-государствах. Если вы играете с модом на тайные сообщества, то вампиры считают юниты городов-государств варварскими и тоже на них могут накапливать силу. Интересные изменения в механике союзов. Теперь вы не сможете отправлять шпионов в цивилизацию, с которой вы заключили союз. С одной стороны, в плане баланса, наверное, правильно, а с другой стороны, это, конечно, не реалистично, потому что куча скандалов, когда вроде бы союзнические страны друг за другом шпионят. И в некотором смысле у союзника даже легче какие-то секреты вызвать. Шпионская миссия по созданию партизан теперь ломает район пригород для того, чтобы нельзя было сразу повторить эту миссию. Кроме того, в партизаны теперь набираются только антикавалерийские юниты. Больше страдать от современных танков не придется. И я думаю, в сетевых теперь пригороды станут строить чаще. Важны изменения в скейлинге ресурсов в зависимости от скорости игры. Раньше этого, видимо, не было. То есть теперь в зависимости от скорости будет скейлиться и количество дипломатических очков для голосования в Конгрессе, и стоимость проекта для ускорения полета за алюминий, и стоимость ядерного оружия за уран. Ну вот, кстати, последние штуки, мне кажется, не совсем правильно скейлить, потому что на сетевой скорости, очевидно, не будут стоить меньше, значит, еще меньше. А это значит, что научная победа еще более выгодной станет она, более быстрее будет происходить. И у кого есть уран, тот еще в более выгодном положении, но еще больше ядерок сможет построить. Не знаю. В общем, надо смотреть, как это будет происходить. При этом отскейлились также доход в ресурсах от различных юнитов. Ну, например, способность горка дает культуру от убитых юнитов. Так вот, теперь она отскелена по скорости игры. Раньше, видимо, этого не было. Ну, и там несколько других юнитов. Например, каперы золото за разграбление, мандекалу тоже золото, какой-то уникальный юнит Америки культуру. Вот эти вот все штуки, которые давали какой-то прирост в ресурсах за свои действия, они тоже изменены в зависимости от скорости игры. То же самое касается и великих людей, а также количество золота от варварских лагерей. А также важное, опять же, изменение количества науки от способности города Фесоси. Кто вдруг не помнит, союзник этого города-государства при распространении религии в том городе, где ее не было, получает науку в зависимости от количества жителей в этом городе. И, в принципе, видимо, на сетевой скорости он будет давать еще больше науки. Этот город вообще становится для религиозных цивилизаций очень важным. С другой стороны, опыт юнитов больше не скелится со скоростью игры. То есть, по идее, опять же, на сетевой скорости опыт юниты будут добывать медленнее, а на более долгих, там, на эпической скорости, например, наоборот, вы почувствуете, что они набирают опыт быстрее. Вот это все важные изменения, но как они будут работать в игре, пока непонятно, конечно же. Это надо действительно сыграть несколько партий и почувствовать. Ну, всякие фиксы, например, теперь рок-группы не могут играть на разграбленных районах, оказывается, раньше могли. И остальные вот такие подобные мелкие правки. Искусственный интеллект много поправили, например, снизили желание компьютерных ботов торговать чем-либо за дипломатические очки в древнем и античных эпохах. И вообще, в дальнейшем тоже искусственный интеллект хочет не так много дипломатических очков. Это, кстати, правильно, потому что постоянно при игре против компьютера он готов был все что угодно за них отдать. Снижено желание компьютера строить оракулы-пирамиды. Теперь боты чаще ремонтируют защитные сооружения в городах. Причем, чем более развит город, тем быстрее компьютер в нем будет ремонтировать стену. Снижено количество космопортов, которые искусственный интеллект в своих городах строит. Это, кстати, правильно. Тоже в прошлой игре я вам показывал, насколько он дебильно это делает. Снижено желание компьютера увеличивать прирост своей веры в ход, когда у него уже и так она на высоком уровне. Ну и несколько правок в интерфейсе. Так, например, в меню политических курсов теперь при наведении мышки во всплывающей подсказке будет полное описание этого политического курса. Верования на экране религии отсортированы по их типам. В целопедии теперь невозможно увидеть, какие техи идут за какими, если вы играете со случайным деревом технологий. Ну и другие мелкие изменения. В принципе, опять хорошее обновление. Я в очередной раз удивляюсь тому, почему Фераксис подобного не делала, когда игра вышла, а спохватилась через 4 года после релиза. Вот подобные обновления должны были выходить давным-давно. Но, повторюсь, лучше поздно, чем никогда. Если я что-то упустил, пожалуйста, дополняйте меня в комментариях. И спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И, пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.